здравствуйте дорогие подписчики и гости канала в этот раз мы с вами будем сваривать полиэтиленовую пленку по простой но весьма надежной технологии эта методика может пригодиться для упаковки широкого спектра продуктов начиная с готовых изделий комплектующих и кончая гелями и жидкостями в ролике показан процесс изготовления разных типов упаковки конечно существуют специальные фабричные приспособления для сварки пленочных материалов но их цена обычно превышает 100 долларов а универсальность оставляет желать лучшего мы же с вами сейчас освоим сразу два технологических приема которые позволят решить самый широкий круг задач связанных с упаковкой изделий при мелкосерийном производстве или мелкой розничной торговли затраты же наши при этом будут в основном определяться стоимостью самой свариваемой пленки для освоения этой технологии нам понадобятся следующие инструменты и материалы парочка отработавших свой век жал для паяльника сам паяльник мощностью 40 60 ватт и небольшой отрезок второпластовой ленты на этом чертеже изображена оправка предназначенная для сварки полиэтилена с одновременной обрезкой излишков пленки угол наклона основной рабочей поверхности оправки составляет примерно 30 градусов небольшое закругление торца оправки защищает от повреждения шаблон служащий ориентиром положения сварных швов замечу что такая форма жала годится только для правши для левши чертеж нужно отзеркалить во время сварки два листа полиэтиленовой пленки прижимаются деревянной линейкой к шаблону нагретая паяльником оправка двигается вдоль линейки сваривая края пленки и отрезая излишки чтобы изготовить такую оправку нужно сначала расплющить край медного жала молотком а потом придать окончательную форму напильником острые грани рабочей поверхности необходимо сгладить мелкой наждачной бумагой другая оправка предназначена для сварки переборок она снабжена плоской рабочей поверхностью ширина которой позволяет сваривать две пленки толщиной до 1 10 миллиметра каждая для более толстых пленок придется изготовить и более широкую оправку из расчета 2 миллиметра ширины рабочей поверхности на одну десятую толщины пленки технология получения сварного шва с помощью этой оправки отличается от предыдущей лишь тем что между пленкой оправкой помещается второпластовая прокладка размеры рабочей поверхности этой оправки получены экспериментальным путем и указаны с учетом толщины второпластовой ленты которая составляла 8 сотых миллиметра изготавливаем эту оправку также как и предыдущую тщательно сгладив рабочую поверхность нужно заметить что большие радиусы закругления рабочих поверхностей обеих оправок позволяют стабилизировать площадь контакта жала с пленкой при изменении угла наклона паяльника в случае отсутствия вашем паяльнике фиксатора жала можно просверлить отверстие и нарезать резьбу м3 в обечайке корпуса если в процессе сварки шва не задерживать паяльник на одном месте то температуру рабочей поверхности оправки можно довести до 350 градусов цельсия а вот снижать температуру ниже 300 градусов я не рекомендую так как это значительно замедлит процесс сварки полиэтиленовую пленку разной толщины можно приобрести в хозяйственных и строительных магазинах ее стоимость прямо пропорциональной толщине например в моих пенатах погонный метр пленки толщиной 100 микрон или одна десятая миллиметра стоит 50 центов а пленка типа рукав состоящая из двух пленок по 30 микрон каждый всего 30 центов небольшой отрезок фторопластовой ленты можно приобрести на местном рынке у продавцов тенов и нехромовой проволоки в рядах где торгуют инструментами и прочими скобяными товарами для удобства использования узкую полоску фторопластовой ленты лучше закрепить на деревянной линейке двумя мелкими винтиками с потайными шляпками шаблон для сварки изготавливаем из обычной пищей бумаги обозначив толстой линии расположение швов чтобы не запутаться запирающие швы можно обозначить пунктирной линией для иллюстрации разных приемов сварки я специально выбрал упаковку разделенную на несколько отсеков закрепим бумажный шаблон на ровной твердой поверхности поверх шаблона положим два слоя полиэтиленовой пленки вырезанных с небольшим запасом хотя если упаковок требуется много то лучше использовать длинную ленту формирование отсеков лучше начинать со сварки перегородок шаблон же желательно рассчитать так чтобы наполнение отсеков можно было осуществить перед сваркой и обрезкой краев запирающих отсеки то есть должно быть не более двух рядов отсеков это позволит сократить число подходов для сварки и заполнения ячеек скорость движения оправки вдоль линейки прямо пропорциональна температуре рабочей поверхности оправки и обратно пропорционально толщине свариваемой пленки значение этой скорости получаем экспериментальным путем внутренние перегородки отсеков сформированы теперь сменим оправку и заварим внешние незапирающие швы с одновременной обрезкой края заполним отсеки согласно спецификации завершим упаковку деталей сваркой запирающих швов вот что у нас получилось иногда при упаковке изделий требуется минимизировать влажность воздуха внутри отсека для этого достаточно добавить внутрь отсека мешочек силикогеля перед самой упаковкой силикогель нужно в течение трех-четырех часов просушить духовом шкафу при температуре 150 180 градусов цельсия герметичность такой упаковки можно проверить если сжать погруженный в воду отсек и наблюдать за появлением пузырьков воздуха если вы собираетесь упаковывать какие-нибудь жидкости или гели то сначала потренируйтесь на обычной воде по возможности используйте для изготовления отсеков пленку рукав это обеспечит большую надежность сварных швов дело в том что во время отмеривания резкие прочих операций на пленку могут попасть жир и пыль снижающие качество упаковки для проверки качества сварных швов завариваем отсек с водой и сжимаем упаковку до разрушения если разрыв отсека произошел в плоскости пленки они по шву значит качество швов можно признать хорошим теперь когда мы научились прокладывать все типы сварных швов можно применить наши способности для других видов упаковки оденем в пленку пульт от кухонного телевизора чтобы защитить его от загрязнений измерим длину периметра пульта в самом широком месте с помощью бумажной ленты сложим ленту пополам и используем ее для разметки шаблона для подобной упаковки хорошо бы использовать специальную термоусадочную пленку но у меня такой пленки не было поэтому я подобрал кулек от какой-то фабричной упаковки с небольшими термоусадочными свойствами заварим карман с минимальным припуском хотя если иметь в распоряжении настоящую термоусадочную пленку то такая точность не потребует усаживаем выступающие концы пакета с помощью схемы чтобы сделать упаковку более изящной и обтекаемой из полиэтиленовой пленки толщиной 200 300 микрон и более можно изготавливать удобные прозрачные футляры для разных гаджетов и мелких девайсов электронной техники в качестве примера изготовим обойму для хранения комплекта аккумуляторов сначала размечаем пленку по заранее изготовленному шаблону а затем свариваем футляр по швам так как пленка намного толще обычной используем более широкую оправку или значительно увеличиваем время прогрева такие футляры могут пригодиться как дома так и в путешествии особенно тем кто пытается поддерживать порядок среди своего электронного добра прозрачные футляры хороши еще и тем что позволяет легко найти нужный гаджет среди массы других если в вашем холодильнике нет встроенного льдогенератора то вы можете замораживать воду в самодельных кассетах из пленки толщиной 30 40 микрон переборки между отсеками формируем соответствующей оправкой так чтобы обеспечить свободное распределение воды по ячейкам размер ячейки определяем исходя из размеров имеющихся сосудов для напитков чем крупнее ячейки тем больше выход льда из одной кассеты шаблоны используемой в этом видео можно скачать по ссылке из описания ролика для удобства наполнения герметизации кассеты используем резьбовую часть горлышка и пробку от полиэтилен терифталатовой бутылки отделить горлышко можно с помощью нашей отрезной оправки когда все швы заварены останется продеть носик кассеты в горлышко от бутылки и залить воду если закрутить пробку и положить кассету в морозильную камеру то получим около полукилограмма льда для напитков для облегчения отделения пленки ото льда достаточно на короткое время погрузить кассету в теплую воду спасибо за ваше внимание и успехов в освоении сварки полиэтилена обратите внимание на близкие темы возможно они вас тоже заинтересуют в гостях в гостях